Ян, поздравляем вас с победой. Какие первые впечатления? Спасибо. Очень длинный турнир, очень устал. Домой хочется еще. Впечатления, как на календаре, люди листы отрывают. Я тоже ждал, когда турнир закончится. Правда, ожидание такое скорее было приятное, но совершенно непростое. На самом деле очень большая нагрузка. Усталость накопилась. Какой из туров оказался самым сложным психологически? Первый, второй, третий. На самом деле не было ни одного простого. Наверное, самые трудные партии, это когда играешь с прямым конкурентом, который как раз с белыми пытается обыграть, догнать. Может быть, в меньшей степени партия с Хикару хотят. Там была очень тяжелая позиция объективная, наверное, проигранная. И в большей степени, наверное, партия с Фабиано, поскольку, ну, действительно, он принес интересный период доходов, интересную новинку. Ну и, то есть, там, пришлось очень тяжело с доской работать. Ну, как-то хорошо закончилось, но могло закончиться иначе. Какой из кандидатских турниров оказался сложнее? Вот где вот этот шквал эмоций был самым сильным? Какой из двух? Да. Или даже из трех? Третий какой? Ну, если поделить первые на два части. А, я думал, что тут какой-то из тех, что я комментировал. Нет, ну, я думаю, что все-таки Ксеринбург сложнее, потому что, ну, здесь… Первый опыт там. Ну, там даже дело не столько в опыте, сколько в том, что как-то, когда подвешено все было на год, то есть, особенно перед этим, перед перерывом, теряешь уверенное лидерство, которое, в общем-то, получилось и здесь. И потом он переназначается сначала на август, потом на сентябрь, и так далее. И потом, в итоге, на апрель. И, в общем, очень тяжело… Готовиться. Ну, сохранить мотивацию тяжело, как бы, да, то есть, там, на все время. То есть, какая-то подготовка, она велась непрерывно, но она… А вот еще есть, там, не два месяца подготовиться. Давай еще подготовимся. Вот. Но это было сложно, именно само ожидание. А, ну, физически, конечно, да, в 14 партий играть сложнее, чем 7 подряд. Помог первый турнир выиграть вот этот? Легче оказалось? Раз выиграл этот, он, наверное, помог. А в какой момент пришло понимание, что, вот, возможно, это победа, что можешь выиграть? Ну, если честно, довольно рано, да, то есть, вот, где-то, вот, когда пару тяжелых позиций удалось не проиграть, например, во втором туре, в пятом, понятно, что шансы неплохие. То есть, белыми получалось как-то выходить на борьбу, да, то есть, там, черными получалось держать цвет, то есть, ну, и… В общем, это, как бы, хороший знак, когда позиции плохие, а очки при этом набираешь, да. Угу. А выходя на седьмую партию, вы… Закралось небольшое чувство, вот, что, а вдруг опять… Да, даже это дозавелся, да. Да, да, то же самое случится. Не знаю. Были какие-то такие мысли перед партией? Ну, честно говоря, настолько разные турниры, настолько разные, там, ну, и соперники, и мое там состояние очень сильно разное, то есть, но все-таки в Екатеринбурге совсем, ну, первый круг я играл, ну, совсем простывший, я, там, уже, честно, с трудом понимал, что происходит, то есть, я, там, партии с Максимом, который проиграл, я, там, полчаса продумал в позиции, которую я готовил накануне, и, как это вот было, там, налево пойдешь нормально, все будет, направо пойдешь, там все потеряешь. Вот я пошел направо. Так что, ну, тьфу-тьфу, в этом, как бы, пока удалось… Получше себя, мягко говоря, чувствовал. Вот, так что, ну, я вообще, ну, не знаю, не настолько склонен, вот, каким-то, не знаю, такого, типа, суевериям, что раз тут было плохо, то тоже обязательно что-нибудь случится, как бы, да, понятно, что, как бы, всегда, там, готовишься к худшему и надеешься на лучшее, да, то есть, тем не менее. Но все равно мы заметили, что у вас рубашка, например, практически всегда одна и та же была, или просто, может быть, похожая. Небольшое суеверие все-таки присутствует в партиях? Ну, про рубашки, не знаю, это как-то вот с детства мне объяснили, что, когда вот хорошо играешь, рубашку не меняешь. А, то есть, это… Такое поверье… Стираешь, приходишь снова, да. Класс. Ну, мы желаем вам удачи, победы в матче, верим, верим в победу. Спасибо. Спасибо. Я тоже. Спасибо. Спасибо, Ян, удачи.